Здравствуй, Диана! Фестиваль уже стартовал. Какие площадки можно посетить? Да, действительно, фестиваль стартовал. На данный момент у нас каждый день проходят мероприятия, это лекториумы и экскурсии по городу. Все мероприятия можно посмотреть и на сайте, и в группе ВКонтакте, и в брошюрке, которую мы раздаем. Но самое главное, сейчас у нас проходит выставка на публичной библиотеке, посвященная альтернативной схеме трамвая и трамвая как основного вида транспорта в городе Ростове. Она планировалась с первого по седьмое, но так как она пользуется популярностью, мы решили продлить ее на две недели до окончания фестиваля, до 15 сентября. Так что все желающие, проходя по Пушкинской, могут посмотреть, каким может быть трамвай в городе, какой может быть транспорт. И самое главное, ребята решили экспромтом собрать подписи именно по подобному проекту, по этому проекту. Так что присоединяйтесь, смотрите выставку и голосуйте, так скажем. Что представляет собой фестиваль и какие задачи ты перед собой ставишь как организатор? Фестиваль из себя представляет самую главную площадку для объединения людей. Мы ставили для себя цели выработать проекты, запустить проекты городского планирования, объединить различных людей, просто горожан, заинтересованных в развитии, вовлечь их в развитие городских пространств, также привлечь экспертов к этим вопросам, бизнес, администрацию. И, в общем-то, получить коллаборацию всех этих людей и попробовать запустить платформу для их взаимодействия. В общем-то, это такая основная цель. И сейчас мы экспромтом, в принципе, наблюдаем, что люди на лекториумах задаются вопросами, а что они могут сделать, а какое у нас будущее. Это очень интересно, каждая лекция, после нее горячее обсуждение. И это уже положительный результат, что люди начали говорить о проблемах, они хотят их решать и, в общем-то, готовы к дальнейшим действиям. Выходные. Что интересного планируете в городе и до какого числа будет работать фестиваль? Выходные. У нас планируются очень яркие, несмотря на непогоду. Мы будем разгонять тучи. Но до субботы и воскресенья, как я говорил, у нас проходит выставка, а в воскресенье у нас будет интересный пикник, образовательный пикник в парке Витя Черевичкина. Это мероприятие посвящено как раз-таки, если с профессиональной точки зрения посмотреть, то вовлечению людей в процессы преобразования среды. Если просто посмотреть, то это именно будет культурная программа, нацелена на средовой дизайн, люди смогут попробовать себя приобщиться к благоустройству парка, послушать интересные лекции о городе, посмотреть фильм вечером, послушать концерт, поучаствовать в различных мастер-классах. В общем-то, получается, что это будет такая модель, версия, как мы должны проводить свое время на выходных, и что оно не должно ограничиваться одним местом, каким-то клубом, рестораном, а это должна быть общедоступная зона, парковая зона, зона отдыха, в которой человек сможет найти по душе себя и узнать интересную информацию, неожиданную для себя. Как зрители могут посодействовать и как стать частью этого масштабного проекта? Вы знаете, мы как раз-таки начинали этот проект, чтобы люди начали взаимодействовать и содействовать, и подключаться. То есть он открыт абсолютно для людей, которые хотят что-то реализовать. Мы можем помочь, посоветовать, как-то соорганизовать какое-то мероприятие. И также они могут посодействовать просто на площадках, могут прийти просто поучаствовать, а также помочь. То есть, в принципе, все наши контакты везде есть, вы можете посмотреть и на сайте, что проходит. Также будет интересный воркшоп, но он, как бы, с одной стороны, больше профессиональный, казалось бы, Но на самом деле я нацелен на всех. Это воркшоп по планированию городов, но именно не серьезному планированию, а как научиться мечтать о городе и как действительно снизу, инициативой снизу можно его менять. Это привозной эксперт из Высшей школы урбанистики Петр Иванов. Очень хочется, чтобы люди разных профессий поучаствовали в этом воркшопе. Мы выявили какую-то интересную закономерность и даже смогли узнать что-то новое о нашем городе. И 15-го представили на окончательном событии, которое как раз-таки будет 15 сентября, воскресенье, через две недели. Но в дальнейшем у нас продолжаются события 21-го, так как мы перенесли открытие с 1 сентября. Ботанический сад, он нацеливается на 21 сентября. Как думаешь, чем эти мероприятия могут стать полезными для зрителей? Помимо того, что сами по себе интересны, это как модель такой жизни, какая должна быть в городе, я думаю, многие для себя поймут, что они могут сделать своими руками все, что угодно в городе. Они могут инициировать любую идею, создать любой объект в городе самостоятельно. Я думаю, что самая главная задача этого проекта, чтобы каждый понял, что да, мы можем, мы можем прийти в парк и устроить там кинопросмотр вместе с жителями или в своем дворе. Это главная цель, чтобы люди объединялись и понимали, что они могут менять город. Большое спасибо за диалог. Удачи вам и вашему проекту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова